Всем привет! Займемся установкой и настройкой виджета конки. Для этого, что потребуется, установить сами конки через терминал. Делается это таким образом. Выделяем, снова на клик. Кликаем левой кнопкой мышки, нажимаем на колесико. Enter. Заводим пароль. Еще раз Enter просит нажать. Все, репозиторий заведен. Все то же самое. Обновить список репозитория. Вставляем еще одну команду. Enter. Ну и посмотрим потом, еще будут ли какие-нибудь рекомендации. Пишут, что никаких пропущенных пакетов нет. Все нормально и предлагают запустить конки менеджер. Да, пожалуйста. Вот, посмотрите. Это пока стандартные конки. Из стандартного мне нравился. Сейчас я скажу. Ну вот, год он был неплохой. Значит, где-то вот таким образом. Теперь поставим мой виджет. Этот конки я сделал под свои нужды. Многим он нравится, многие меня просят. Вот, смотрите. Значит, находясь на моем сайте вот, pinuxlamanov.info спускаетесь немножко вниз и вот тут прямо в русском написано скачать системные виджетконки. Перенажимаете вот здесь вот и попадаете на мое хранилище на Меге. Файлик абсолютно крошечный. 6 килобайт. Нажимаете загрузить. Стандартная загрузка. И он сразу просится сохраниться. Ну, куда? Ну, в загрузке давайте сохраним. Все. Задем загрузки. Вот этот файлик. Моего сейчас скопирую. По-моему, надо открыть было в корневом режиме. Откроем в корневом режиме. Так вот. Ищем конки. Вот они. Вот я здесь свои старые коночки убираю, чтобы они глаза не мозолили. Да, прямо вот так вот возьму и вставлю сюда вот эту коночку. Что-то я не вижу. Я ее вставил. А, вот он. Все нормально. Ну, теперь проверим. Зайдем в конки менеджер. Уберем готам. Вот конки линукс-минт санамону 18-рус. То есть, эти конки уже настроены под линукс-минт 18. Все, что вам остается сделать, это, значит, вот вставить на них. Вот их настройки. Вот мне написано справа середина. Я могу сделать несколько пониже. Опустить. Тут, значит, размеры, прозрачность, время 24 часа, нетворк. По умолчанию, вот посмотрите, все здесь было беспроводное. если нажимаешь и ничегошеньки не видно. Для этого в терминале набирается такая команда EW конфиг. Нажимаете Enter. И вот он вам показывает, какие сети. Как правило, первая сеть это то, что он видит. Вот вы вот так вот это делаете. Выделяете. Нажимаете на Копировать. Затем держите в конке. Ой, так, где он у меня там голубчик был. Ага. И вот вместо вот этой вот сети берете и вставляете название, которое мы скопировали. Вот видите, сразу видно, цифры побежали по экрану. значит, все работает работает нормально. еще что я делаю, я, значит, запускаю конки, чтобы он запускался при старте системы. Вот практически и все. у вас, как видите, совсем немного, скажем, там всяких этих треволнений. Взяли, поставили, скачали файлик с моего сайта коночки, абсолютно крошечные. Затем, значит, его вставили в конки, подключили в конках и все у вас будет работать нормально. Таким вот образом производится настройки конки менеджера. Он хорошо отображает системную информацию, дату и время. Значит, шрифты это можете поработать, поменять. Единственное, я заметил в Linux Mint в 18-м в конках не работает вот одна такая штучка. Сейчас покажу. Я вот сейчас конки трянесу. Ну, вот сюда трянесу. Вот смотрите. Если в предыдущих версиях Linux Mint вот вы вставали, допустим, на строку и нажимали на карандашик, чтобы можно было редактировать прямо из менеджера конками, то здесь вот вы нажимаете до посинения, а сделать у вас ничего не получится. Значит, единственное, что вот нажать на папочку и попробовать, значит, вот открыть конки и здесь тогда уже попробовать поредактировать. Я не знаю, сохранятся изменения или нет, но это очень легко проверить. так, где-то у нас было словечко такое, так, это было время, ну вот, допустим, система, да? Вот оно. Ну, давайте поменяем на большую буковку S и сохраним. Вот, пожалуйста, появляется большая буковка S. Практически, значит, редактировать можно через папку, а вот, к сожалению, карандашиком уже толком не предактируешь. Ну, ничего, как говорится, страшного, редактировать комки можно и вот таким вот образом. Как видите, менеджер хороший, хорошо отображает системную информацию, как интернет подсоединить при помощи какой команды я вам рассказал. значит, ну, а более подробной информацией о детальной настройке комки у меня есть несколько видеоуроков на эту тему, найдете их на сайте. Как подключить корневой раздел, как подключить домашнюю папку там и так далее. Вот. А в основном, значит, вот я коротко, быстро, значит, и просто рассказал, как производится настройка менеджера комки. В любой момент времени всегда, если по каким-то причинам вам эта информация не нужна, взяли ее и отключили. То есть, ударять комки не обязательно, потому что системная информация очень часто нужна бывает. Для меня это вообще, как, скажем, приборная доска на автомобиле. Я вижу, в каком состоянии мой компьютер, сколько у меня занято в корне, сколько в домашней папке. Вот. То есть, практически вся необходимая мне информация о этом лице существует. Если вы, допустим, начинаете там использовать, там, ходить по интернету, допустим, я не знаю, ну, пошли там на какой-нибудь файле, вот видите, как уже сразу побежало по экрану. Все уже видно, что нормально, там, как говорится, бегает и прыгает. На плюс, значит, сборку я включил загрузчики, видите, вот, загрузчик один, он качает обычно в качестве средненьком, 720, ну, плюс еще, значит, у меня есть вот супер-бупер загрузчик видеофайлов, значит, берете, копируете, например, вот так вот, ссылочку, и вот этот маленький монстр, значит, скачать по одному файлу, он это делает в бесплатной версии, ну, а кто, если хочет скачать целыми плейлистами, ну, тем придется заплатить там небольшую сумму, ну, скажем так, вполне терпимо. Видите, здесь вы можете выбрать качество загрузки, ну, по крайней мере, для меня скачать один файл, для меня это вполне достаточно, вот, нажали, загрузить, и у вас пошла загрузка. Я качать не буду, просто показал, как все работает. А вот таким образом, так что, вот, я желаю, значит, пользоваться, значит, конками, можете их себе устанавливать, ну, и в скором времени, я думаю, что выложу на сборочку Linux Mint ценамон 18-й версии 64-битной, скорее всего, выложу, значит, к себе на мегу. Так что, до новых встреч, до свидания.